Александр Олегович, насколько, ну, в принципе, вопрос такой же, насколько 5G-инфраструктура в ее наличии, она критична для объявления автономных транспортных средств? И насколько это является действительно самым главным сгибающим фактором? Или, в общем, с автопилотом, с автономным транспортом есть большее количество вопросов, но это не единственный фактор? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность, как сказать, о нашем опыте. Пожалуй, юскейс про применение, опять же, в песковом транспорте – это один из примеров тех самых неопределённых юскейсов, которые очень трудно посчитать. Например, некоторые разработчики полностью автономного транспорта, такие как Яндекс, вообще проектируют автомобили с минимальным применением использования, не внешне, а в основном. Часть автопроизводителей, проектируя свои автомобили, базируются на инфраструктуре, в том числе и в будущем 5G, но при этом есть примеры, которые, правда, как я сказал, у нас же методичная компания Яндекс не рассчитывает на обещание поднялого транспорта и качественной связи от машины. Которая касается, кстати, других технологий, только даже. Если можно, следующий слайд. Можно презентацию, да? Пока презентация загружается, хочу сказать, что в рамках дорожной карты «Автонет» мы взвернули инфраструктуру B2X на коллегоне «Нами», создали платформу, восстановили оборудование придорожное и бортовое. В этом, на базе стандартов IT-SGPY, это конкурирующие стандарты с B2X стандартом, C-B2X стандартом, которые базируются на B2E и полученных 5G. В первом квартале этого года мы взвернем оборудование и на базе C-B2X. Я бы поддержал протерму, который поднял Роман по поводу пилотирования и отработки сервисов. По поручению представителей правительства на иде прошлого года мы рассчитывали запустить пилот на трассе М-11 по отработке технологии движения пилотного подключенного электрического транспорта на базе стандартов C-B2X и стандартов C-B2X, но, к сожалению, пока это пилот не запущен. Надеемся, что билотный транспорт на году, чтобы эта работа начнет. План был провести пилотированные технологии, сервисы с привлечением всех садового оператора, садовщиков инфраструктуры, владельцев дорожной инфраструктуры. К сожалению, пока этот пилот мы не реализовали. Пока работаем на полигоне «Нами». Хотел бы немножко здесь, возможно, даже настроить тех, кто рассчитывает на большое применение 5G в технологиях беспилотного вождения, особенно в режиме реального времени или для миссинг-кредитового применения. Пока есть конкурирующие стандарты, которые поддерживаются сильно на мировом футброме. Создан альянс Car2Car, который конкурирует с другим альянсом 5G. Для участия и поддерживания стандартов в коннективе для автомобиля-автомобиля, автомобильной инфраструктуры, автомобильной сети применения. Поэтому есть действительно конкурирующие технологии, конкурирующие стандарты. Возможно, точно есть сервисы, которые мы пока не видим, и они появятся уже после развивания инфраструктуры. Пока считабельных юс-кейсов в этой области мы не наблюдаем. При этом очевидно, что с увеличением уровня фонтизации и увеличением объема информации, которая накапливается на базу требований, на базу требований, на базу требований, на базу. Точно востребована при движении беспилотного транспорта. При этом уже сейчас, в Комбивиде, автомобиль строения развивается, новые сервисы, о которых вы все знаете. Сегодня в России будет 10 миллионов коннекторов автомобилей. В том числе, благодаря региону, у нас примерно 2 миллиона автомобилей каждый год подключаются. И мы надеемся, что 100 операторов в этой области будут более активно работать для того, чтобы стимулировать развитие сервисов на структуре инфраструктуры. Следующий слайд. Можно, следующий слайд тоже. Продолжение следует, что слайд говорил об уровне информатизации, потому что смешно обсуждать его применение технологий связи, не определяя, какому же инфраструктуре, каких видов техники, потому что в Комбивиде и вещество для карьерного самосвала, для комбайна или даже автомобиля развиваются совершенно разные технологии, которые можно применять. На сегодня структурированные применения технологий в области ритуи и в соответствии с их требованиями применяются два основных стандарта, это DSG-5 и CV-2X. При этом, как я уже сказал, основными логистами технологий CV-2X является альянс 5G, 5G, автоматик и сапиричный, который меняет электроны, автопромы и эти вендоры, и противоположная ассоциация HR-4K, которая больше блокирует применение нелицензированных диапазонных эффектов и вещественных технологий ICF-2X. Но поскольку мы являемся технологически нейтральными, организация, мы инфраструктуруем применение объектов технологий. Продолжение следует...